МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа АЛЛАТО. В студии работает Светлана Кматалиева. В начале выпуска коротко о главных темах дня. Необходимость дальнейшего усиления двустороннего сотрудничества так прокомментировал свой визит сам президент Татарстана Рустам Миниханов. Вместе с госсекретарем они посетили дом музея Чингизайтматова и приняли участие в открытии Центра развития образования Казанского федерального университета. И сегодня же в Бишкеке прошел деловой форум Кыргызстан-Татарстан. Здесь были представлены возможности и потенциал двустороннего сотрудничества. Сегодня госагентство антимонопольного регулирования в очередной раз выехало на точки реализации угля для контроля цен на твердое топливо. Пять лет спустя. Уже завтра горожане и гости столицы смогут посетить обновленный национальный исторический музей. Кыргызстан начинается с Баткена. Это подчеркнул президент Садарджапаров в интервью журналисту областного медиа-центра. Глава государства также ответил на ряд актуальных вопросов, связанных с социально-экономическим развитием области. Президент особо подчеркнул, что в первую очередь необходимо обратить внимание на обеспечение безопасности в регионе, достойного уровня жизни и экономического развития области. Баткенская область ухудшились. Часть наших граждан продала недвижимость и уехала. Поэтому с первых же дней работы я поручил придать Баткенской области особый статус. Теперь предприниматели и все граждане в регионе освобождены от нескольких видов налогов. Сейчас ведется большая работа по созданию условий для возвращения жителей области, которые были вынуждены уехать. Например, налоговые послабления уже дают свои результаты. В регион начали вкладывать как внешние, так и внутренние инвесторы. Открываются предприятия, ведется строительство промышленных объектов, что создаст дополнительные рабочие места. Планируется строительство нового современного аэропорта. Мы построим новые села недалеко от границы с полноценной инфраструктурой для молодежи. Наши граждане, переехавшие из Баткенской области, начнут возвращаться, отметил президент. Кроме этого, глава государства ответил на вопрос о том, что в кабинете министров нет ни одного выходца из Баткенской области. Если будет министр из Баткена, сделает ли он обязательно регион процветающим? Допустим, если за 30 лет было 30 министров и 30 депутатов, то почему тогда область стремительно не развивалась? Напротив, распродав землю, оставили регион неразвитым. Теперь из-за их деяний мы пытаемся вернуть эти земли. Баткенцы, не огорчайтесь, что нет министра и мало депутатов из вашей области. Я ваш министр, я ваш депутат, я ваш президент. 99% моего сердца занимает Баткен. Кыргызстан начинается с Баткена. Если не будет защищена граница, не будет и безопасности в стране. Мы обращаем внимание сначала на безопасность, на рост благосостояния граждан, на экономику страны. С первых дней прихода к власти сады Раджапарова в Баткене началось строительство ряда социальных объектов, в том числе девяти школ, трех детских садов и трех больниц. Большая часть из этих объектов уже сдана в эксплуатацию. Строительство остальных продолжается. Также ведется капитальный ремонт других социально значимых объектов. Готовится еще много проектов, поэтому не говорите, что нет министра или депутата из области. Мы всегда будем рассматривать справедливо и сбалансировано. Не будет такого, как раньше, что построят три школы в селе, выходцем из которого будет какой-либо сильный депутат или министр. Мы относимся ко всем областям и регионам одинаково. Депутаты пишут законы и следят за их исполнением, и все. Это их обязанности. Также реализуется ряд проектов по улучшению инфраструктуры области, обеспечению сел чистой водой и другие. Всего по семи отраслям выделен 1 миллиард 249 миллионов 806 тысяч сомов. Нурбек Яманов, Эйперисамат Кызы, Нуркамиль Асанов, Олато 24. Председатель Кабинета министров Аклбек Джапаров принял участие в очередном заседании Евразийского межправсовета в расширенном формате, которое прошло в Ереване. В своем выступлении глава Кабмина отметил, что в прошлом году во всех странах Союза произошло сокращение волового внутреннего продукта, а при этом сейчас наблюдается определенная положительная динамика. Вместе с тем, период восстановления мировой экономики обнажил новые системные проблемы. На заседании было обсуждено более 20 вопросов, большинство из которых отвечают требованиям существующей международной повестки. В частности, обсуждены вопросы внедрения цифровых решений в обеспечении свободы перемещения товаров по территории Союза, обеспечения производственных мощностей стран необходимыми сырьевыми ресурсами, рассмотрены прогнозы развития агропромышленного комплекса Союза, обговорены позиции государств-членов Союза в рамках климатической повестки и другие вопросы. Кроме того, по заявлению Кулбека Джаварова, необходимо провести тщательный анализ инициатив государств-членов Союза и в течение первого полугодия следующего года внести на рассмотрение дополнения в перечень изъятий ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС утвержденного летом. Как подчеркнул председатель кабинета министра, в будущем году Кыргызстан будет председательствовать в органах Союза и продолжит реализацию ключевых направлений перспективного развития Евразийского экономического союза. По итогам заседания подписан ряд документов. Так, оборот внешней торговли государств-членов ЕАЭС в январе-августе текущего года увеличился на более чем 33% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Экспорт увеличился на 38,5%, импорт на 24,5%. Хочу отметить, что на заседании Высшего Евразийского экономического совета 14 октября 2021 года главы государств и членов Союза сделали заявление о климатической повестке Евразийского экономического союза. Важным предоставляется симулирование более активных мер продвижения климатической повестки. В частности, хотел бы акцентировать внимание на необходимость привлечения инвестиций в зеленую экономику и низкоуглеродное производство. Принимаемые нами совместные тарифные и нетарифные меры по отдельным видам товаров в отношении третьих стран в целях обеспечения внутреннего спроса позволяют нам в должной степени обеспечить внутреннее потребление на эти виды товаров внутри ЕАЭС, избегая практики применения ограничительных мер во взаимной торговле на пространстве Союза. Данный механизм в итоге позволяет нам обеспечить продовольственную безопасность, снабдить необходимыми сырьевыми ресурсами наши производственные мощности, удовлетворить спрос населения на фармацевтическую продукцию. Не остался без внимания весьма важный и актуальный вопрос развития электронной коммерции. Уверен, что полноценная реализация утвержденной дорожной карты обеспечит благоприятные условия для развития электронной коммерции на нашем интеграционном пространстве. Приезд в Кыргызстан делегации из Татарстана во главе с президентом Рустамом Минихановым связан с необходимостью дальнейшего усиления двустороннего сотрудничества. Так прокомментировал свой визит сам Миниханов. Вместе с госсекретарем Сюенбеком Космобетовым они посетили дом музея Чингизайтматова. Гостей тепло поприветствовала семья писателя. Сегодня в доме музея появился еще один экспонат. Архивные документы – это родословная семьи у тямышевых предков Чингизайтматова по линии матери из Кубморского края Татарстана. Сюенбек Космобетов и Рустам Миниханов также приняли участие в открытии Центра развития образования Казанского федерального университета. Там будут предоставлять качественное образование в сфере IT. Будет открыт и факультет стоматологии. Обо всем подробнее Аяна Дюшикеева. Первым же пунктом визита стал дом музея Чингизайтматова. А это гостиная. Здесь писатель принимал гостей. Практически все осталось без изменений. Картины Сюмен Кулачок Морова, рояль. Ну и фотографии. Много фотографий. Включая портрет матери выдающегося писателя Нагимы Айтматовой в татарском национальном костюме. Для госсекретаря Суинбека Космамбетова и президента Татарстана Рустама Миниханова экскурсию по дому музею писателя проводит его младший сын Эльдар Айтматов. Рассказ о каждом предмете, который принадлежал всемирно известному кыргызскому писателю и сегодня имеет свою ценность, гости слушали с большим интересом. И судя по тому, как президент Татарстана разглядывал личный кабинет Айтматова, эта комната впечатлила его больше всего. Именно здесь писатель когда-то создавал произведения, которые понятны и близки во всех уголках планеты и переведены более чем на 150 языков мира, включая татарский. Конечно же, самое главное, все-таки связующее нас звеною, это Чингиз Айтматов, в чьем доме, музее и квартире мы находимся. И вы знаете, в преддверии его круглой даты 95-летия и приближающегося юбилея время пройдет очень быстро. Мы все равно должны выработать единые планы для увековечивания этой легендарной личности. Это и съемки фильмов, и выпуск изданий на татарско-русско-каргызском языке. Это и мероприятие по увековечиванию его памяти на территории Республики Татарстан, на родине его матери, на Гимапе. Появился в доме музея еще один экспонат. Гости передали архивные документы. Это родословная семья у Тимышевых предков Чингиз Айтматова по линии мамы из Кукморского района Татарстана. Это древний документ, который еще на арабской вязи написан. Это документ, который показывает родословную по материнской линии Чингиза Айтматова. Это очень важный документ. То есть этот род очень древний. И вообще у Тимышевых, Дувалиевых, они занимались образованием. И в самом Татарстане они построили около 200 медресе. А также, когда они приехали сюда, в город Каракол, они сразу же построили две школы. Продолжают стороны укреплять сотрудничество и в сфере образования. Качественное образование в сфере IT и коммуникаций будет предоставлять Центр развития Казанского федерального университета. Будет и факультет стоматологии. А студенты смогут проходить практику в Казани, применяя полученные знания и навыки здесь, в Кыргызстане. Также у нас подписаны многочисленные договора практически со всеми государственными университетами Кыргызской республики о двойных дипломах, о образовательных программах 2 плюс 2. То есть два года они обучаются здесь, два года обучаются на площадке Казанского федерального университета. И вот накануне этого торжественного праздника мы открываем двери и первые экскурсии провожу я для вас. Тесное сотрудничество двух стран – это не только проторгово-экономические отношения, но и культурные связи народов. Сюенбек Касмамбетов и Рустам Мениханов посетили исторический музей. Он только-только открыл свои двери. Здесь артефакты, произведения искусства, продемонстрированный быт кыргызов ещё во времена древних петроглифов или Великого Шёлкового пути. В целом у нас между Татарстаном и Кыргызстаном в последнее время именно в культуре, в научной среде, вот именно в истории огромные продвижения есть, огромные проекты реализовываются. И поэтому я думаю, что ему понравился наш музей, который сделан. По крайней мере, этот музей же до 1991 года полностью освещал ту эпоху, советскую эпоху. Это впервые у нас после 1995 года собирается такое количество и такие экспонаты, которые раскрывают независимую кыргызскую историю. Народы Кыргызстана и Татарстана объединяют схожая культура, близкие языки, религия, общие традиции, которые, безусловно, необходимо поддерживать. Встретившись в феврале, Садыр Джапаров и Рустам Мениханов подчеркнули необходимость сосредоточиться на созидательных процессах, развивая экономику и связи между Кыргызстаном и Татарстаном. Аяна Дюшикеева, Сентурабыкеев, Аллато 24. Татарстан – это ворота в Российскую Федерацию, и любые инициативы, направленные на укрепление отношений двух народов во всех сферах, будут поддержаны, подчеркнул президент Татарстана Рустам Мениханов на прошедшем в Бишкеке деловом форуме «Кыргызстан-Татарстан». На форуме были рассмотрены возможности и потенциал двустороннего сотрудничества. Предыдущий деловой форум с участием предпринимателей из Татарстана и Кыргызстана проходил шесть лет назад. В силу различных факторов, в том числе из-за пандемии проведения полноформатного форума, каждый раз откладывалось. И в этом году, наконец, партнерам из двух стран удалось собраться на форуме. Рад представить сегодня экономический потенциал Республики Татарстан. Мы придаем большое значение развитию взаимодействия с Кыргызстаном в рамках российско-кыргызстанских отношений и будем рады расширению взаимовыгодных связей. Со своей стороны готовы оказать всяческое содействие. В составе нашей делегации руководитель министерств ведомств ведущих наших предприятий ожидаем, что в ходе визита деловые круги откроют новые направления для взаимодействия и договорятся о совместных проектах. Пандемия повлияла и на уровень торговых отношений между двумя странами. Но после этой встречи сотрудничество выйдет на новый уровень, уверены участники форума. Мы с нетерпением ожидаем возможности для углубления деловых отношений, партнерства, начало которого заложил данный форум. Впервые, уважаемые участники форума, наш форум был проведен в Бишкеке в 2015 году. Сегодня мы в очередной раз с большим удовольствием встречаем делегацию Республики Татарстан не как членов делегации, а как наших близких друзей. Мы высоко чтим сложившиеся наши двухсторонние отношения и дорожим нашими дружественными связями. Представители Татарстана отметили, что заинтересованы в сотрудничестве в сфере машиностроения и поставке продуктов нефтехимической промышленности, а также в импорте в Татарстан товаров легкой промышленности и сельхозпродукции. У нас самый хороший наш кыргызстанский кластер это, конечно, швейная производство. Потому что нашими изделиями пользуется очень много в России в целом, не только в Татарстане. Ожидание будет хорошее, потому что импорт и экспорт с Татарстаном составляют круглые цифры. В свою очередь руководство Кыргызстана выразило готовность оказать содействие на самом высоком уровне в вопросах укрепления экономического сотрудничества. Нурбек Иманов, Руслан Сабатаров, АЛАТО, 24 20 ноября любители истории смогут посетить обновленный национальный исторический музей. Напомним, реставрация затянулась на пять лет. Были коррупционные моменты, которые мешали своевременному открытию музея. Ремонт прошел в два этапа. Все долги перед подрядчиками были оплачены совсем недавно. В этом году и наконец-то музей открывает свои двери для посетителей. Подробности в следующем материале. И к другим темам. Партии, участвующие в предвыборной гонке, а также Республиканский штаб содействия избирательным комиссиям, ЦИК и организаторы национального проекта «Путь в будущее» подписали специальное соглашение о честных выборах. Стороны обязались выполнить поставленные перед ними задачи провести выборы честно и прозрачно, воздержаться от подкупа голосов, использования админресурса, очернения кандидатов или политпартии. Такое соглашение было подписано впервые. «Представители всех партий подписали меморандум о том, что они будут за проведение честных выборов, что они не будут нарушать закон и будут действовать в рамках законодательства. Наша инициатива, это было инициировано со стороны Центральной избирательной комиссии. Наша инициатива подхвачена уже общественностью. Это уже второе мероприятие, которое проведено, но инициаторами выступает именно общественность. Подписываются четырехсторонние договоры со стороны представителей государственных органов, со стороны партии, также со стороны общественных организаций». Центр избирком совместно с правоохранительными органами продолжает выявлять факты нарушений при проведении агитационной кампании. Так, зарегистрировано свыше 80 нарушений. Кроме того, ГКНБ представил информацию в ЦИК о поддельном дипломе одного из кандидатов в депутаты. Подробности в следующем материале. ЦИК продолжает выявлять нарушения выборного процесса. Так, уже зафиксировано свыше 80 случаев. Это подкуп избирателей, применение админресурса и не только. На этот раз ГКНБ представил и другую информацию. Так, согласно данным следствия, один из кандидатов в депутаты подозревается в подделке диплома о высшем образовании. В адрес КНУ имени Джусупа Баласана направлен запрос с постановкой вопроса обучался ли указанным в УЗИ Момбеков Раскальдия Ченебекович 13 августа 68 года рождения. Если обучался, то в какие годы и по какой специальности. Согласно ответу КНУ имени Джусупа Баласана за исходящим номером 01-563 от 16 марта 2020 года по поводу обучения Момбекова Раскальдия Ченебековича в приказах по личному составу студентов зачисления 1997 года заочного отделения, а также в приказах на выпуск заочного отделения 2003 года по специальности юриспруденция в архивном фонде университета Момбеков Раскальдия Ченебекович не значится. Регистрационный номер 196 в 2003 году выдан на имя Стародубов Михаил Иванович по специальности Бухучет и аудит. Диплом серии ВГ номер 04-119 в 2003 году в указанном университете не выдавался. Также следствие считает, что полученный второй диплом на основании первого документа о высшем образовании также будет недействительным. Таким образом, имеющийся в ГКНБ материал свидетельствует о том, что Момбеков Раскальдия Ченебекович диплом Дипломатической Академии МИД Крыгыской Республики имени Кадикамбаева получил незаконно на основании фальшивого диплома КНУ имени Джудсупа Баласавена. В свою очередь, уполномоченный представитель партии заявляет, что диплом и дипломатический паспорт кандидатов депутаты Раскальды Момбекова был украден в октябре прошлого года во время массовых беспорядков. Поступила информация только сегодня. Я выходил на связь к нашему кандидату. Он сообщил следующее, что в октябрьских событиях 2020 года в его личном кабинете был украден сейф, где находились его дипломатический паспорт и диплом об окончании выпуска 2003 года. В данном случае после всех этих событий он обращался с заявлением в МВД об восстановлении и принятии мер в отношении неизвестных лиц. Наша рабочая группа к вам обращалась, да, с просьбой предоставить документ, первый документ, на основании которого потом уже получено второе высшее образование. Да. Мы к вам неоднократно причем обращались с просьбой это предоставить. По отношению к Момбеку? Потому что вы сейчас говорите, вы сегодня не успели ознакомиться, но ведь это уже и в сентябре, в октябре, когда вы подавали документы, мы неоднократно просили вас подтвердить наличие высшего образования. Правильно? Извините, а вы говорите, документ утерян, да? Да. Вы обращались в учебное заведение, потому что согласно данным национальной безопасности, именно они говорят, подтверждают, что такого диплома не было, и он не выдавался, и он там даже не учился. Чем вы потом можете этот диплом подтвердить? Он, я могу, мне только я узнал, что вот вообще, да, вот диплом, первый диплом у него там вообще утерян в октябрьских событиях, лично его в кабинете, да? Когда я с ним общался сегодня, он сказал, что он обращался с заявлением в МВД об утере. Ну, как вы прокомментируете, то, что 30 марта в рамках досудебного производства следственного управления ГСБ в адрес Крыгызского национального университета был направлен запрос на предмет установления деятельности выданного диплома Момбекову. И на этот запрос 16 марта национальный университет дает ответ что Момбеков не значится. Это диплом выдан Стародубову. То есть, это март 2020 года. До тех событий, которые вы говорите, 7 месяцев есть. То есть, это я к чему вопрос задаю? Если правоохранительные органы проверяли данный факт, то вы должны были быть в курсе, предоставлять диплом или копию. Что бы вы сказали по этому поводу? Комментарии пока я сейчас не могу дать. Я в одностороннем порядке. Заявление ККМФ не могу принять тоже. Отметим, что кандидаты без высшего образования не могут баллотироваться в парламент. Амумбеков уже был депутатом парламента шестого созыва. Также занимал различные должности в правительстве. Аналитики полагают, что факт махинации с приобретением поддельного диплома должен быть тщательно расследован. Если все будет доказано, что товарищ не имел высшего образования, то есть получил какой-то диплом о высшем образовании такими окольными путями, то его должны наказать по всей строгости закона. Причем чтобы неповадно было другим. Мне сейчас закрас такое сомнение, что может быть еще имеются такие герои в кавычках, которые покупают дипломы. Для общества, для современного общества это очень большое преступление. Такое не должно просто забываться. Мумековом представленные документы вызывают подозрения и в настоящее время в рабочих группах Центра Сбиркома были запрошены оригиналы документов. После представления оригинала документов будет принят решение. Дело пока остается на стадии следствия. Обвинение кандидату пока не предъявлено. ЦИК в свою очередь ждет результаты, после чего будет решено продолжить ли Раскельды Мумбеков борьбу за место в парламенте. Надежда Усова, Алмаз Нурмамбетов, Аллату 24. Ваше подписан меморандум между представителями политических партий, участвующими в парламентских выборах, кандидатами по одномандатным округам, госслужащими и представителями органов местного самоуправления. В нем заявлено о недопущении подкупа голосов, использовании административного ресурса и черного пиара. Мероприятие было организовано по инициативе антикоррупционного делового совета при президенте, который создал платформу за чистые и справедливые выборы, за честь и достоинство страны. Открыта горячая линия, телеграм-канал и сайт для приема обращений граждан по коррупционным моментам в выборном процессе. Ваши представители политических партий и кандидатов подписали резолюцию о недопущении подкупа голосов о государственной служащей и соглашении о неиспользовании административного ресурса. Естественно, регистрируются все нарушения закона о выборах. Подписано два меморандума. Первый о недопущении подкупа голосов политическими партиями и кандидатами. А второй о неиспользовании админресурса представителями государственных и местных органов власти, чтобы завтра не повторились ошибки прошлых выборов, когда оказалось давление на избирателей. На заседании, в котором приняли участие представители политических партий, кандидаты-андомандатники, а также сотрудники государственных органов и местного самоуправления было отмечено, что в течение последних десяти дней ваши активизировались попытки подкупа голосов избирателей. С начала агитационной кампании в областной центр поступило 52 сообщения о нарушениях. Возбуждено шесть уголовных дел. Рассмотрения 28 жала прекращены ввиду отсутствия фактов. Все остальные дела находятся в процессе. Заявление сделанное в средствах массовой информации рассматриваются. Подавляющее большинство жалоб связано с черным пиаром в отношении кандидатов и партий, а также подкупа голосов. Напомним, что многочисленные нарушения закона о выборах вызвали протесты по итогам предыдущих избирательных кампаний. В рамках указа главы государства предпринимаются меры, чтобы обеспечить честные и прозрачные выборы. 28 ноября день выборов. Граждане, продающие свои голоса, рискуют будущим своей страны. Граждане, давайте не будем поддаваться этому соблазну в день выборов. Проявите ответственность. Процессы подкупа голосов на выборах использования адморесурса неоднократно становились причиной многочисленных недовольств со стороны народа. Требованием главы государства искоренить все негативные действия, наносящие ущерб репутации страны, начинает давать результаты. Семь государственно служащих, которых уличили в использовании административного ресурса, были уволены. То, что сегодня открыто говорят о нарушениях в избирательной кампании политическими партиями, одномандатными кандидатами и привлекаются к ответственности госслужащие, говорит о том, что требования, озвученные главой государства, об обеспечении проведения прозрачных и справедливых выборов исполняются. Также были высказаны предложения и замечания. Так, было заявлено, что необходимо определить источник средств, которые направляют на предвыборную кампанию кандидаты из Чоналая. Кроме того, житель Карасум Базарбай Айдарлиев заявил, что в регионах нет достаточной информации об избирательной кампании. Например, Айлюк Мэтю не в полной мере доводят до всех избирателей села указы главы государства. Нет достаточной информации. Между тем, для наблюдателей также проводится специальное обучение на местах, где им подробно объясняют их права, обязанности и ответственность, которые они несут во время выборов. Руководители, использующие административный ресурс, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Об этом сообщили на заседании Джалавадской области, проводимой в целях обеспечения прозрачных и справедливых выборов. В нем приняли участие представители антикоррупционного делового совета при президенте, а также акимы, мэры городов, представители политпартий и кандидаты в депутаты по одномандатным избирательным округам. На совещании, посвященном проведению честных и справедливых выборов, был обсужден ряд важных вопросов с представителями местных властей и кандидатами, которые идут на выборы. В первую очередь государство заинтересовано в проведении честных выборов. Конечно, есть недочеты, но наша главная цель – внести изменения в саму культуру выборов. Здесь мы подробно обсудим все волнующие моменты в проведении выборов и придем к одному знаменателю. Со стороны кандидатов депутата были высказаны претензии к представителям органов местного самоуправления. Президент объявил о проведении честных выборов. Он также говорил о том, чтобы были привлечены к ответственности те, кто использует его имя. Пусть кандидаты возьмут ответственность за проведение чистых выборов. Я обращаюсь к Акимам, к руководителям областей, к Элокмету с просьбой провести большую разъяснительную работу по улучшению организационной части. Я хочу уточнить один момент. Представители и руководители Аилокмету обязаны собирать людей по нашим сделанным заявлениям или оказывать помощь, как по закону. Кандидаты-одномандатники жалуются, что мы не собираем народ. Мы составили графики, направили в каждое Аилокмету, мы создаем все условия для проведения встречи. А собирать людей это не наша правая обязанность по закону. Кандидаты должны это понимать. По данным областного управления внутренних дел зарегистрировано 33 материала связанных с нарушениями закона о выборах. Среди них 6 уголовных дел, 7 связаны с проступками. В настоящее время проводится расследование. Как вы все знаете, на этот раз большое внимание уделяется проведению чистых выборов. Если кто-то из наших сотрудников будет вмешиваться в избирательную кампанию, он будет привлечен к ответственности. Мы возбудим против них дело. Мы расследуем все зарегистрированные нарушения по области. В конце заседания был подписан двусторонний меморандум о проведении прозрачных, честных и справедливых выборов. Я думаю, что круглый стол достиг своей цели. Все пришли к единому соглашению о проведении чистых выборов. Подписали меморандум о взаимопонимании по недопущению подкупа голосов и использования административного ресурса. Отметим, что Джалабадская область разделена на семь округов, по которым идут на выборы 46 кандидатов андомандатников, открыты 452 избирательных участка, а количество избирателей в области достигает 686 тысяч. Джубек Аварбекова, Нургас Абдрахманова, Усмон Олам Садрулу, Алмаз Сатаров, Аллатом 24, Джалабад. Построено и сдано в эксплуатацию новое здание Узгенского районного отделения главного управления ГКНБ по городу Оши и Ошской области. Здание полностью оборудовано всей необходимой современной техникой для сотрудников и условия труда тоже соответствуют требованиям. В церемонии открытия приняли участие зампред Кабмина, председатель Госкомитета нацбезопасности Камчебек Ташеев, ветераны ГКНБ, личный состав ОГКНБ и представители местных властей Узгенского района. На церемонии Камчебек Ташеев коснулся темы выборов. Он подчеркнул необходимость создания равных правовых условий для всех партий и невмешательства государственных должностных лиц в избирательную кампанию. Также было отмечено, что работа по обновлению и укреплению материальной технической базы региональных отделений спецслужб будет продолжена. Сегодня Госагентство антимонопольного регулирования в очередной раз выехало на точки реализации угля для контроля цен на твердое топливо. В отношении лиц, реализующих твердое топливо по завышенным ценам, принимаются административные меры. Было отмечено, что сегодня наблюдается стабилизация цен на уголь. О ходе рейда в материале нашего корреспондента. Житель Бишкека приобрел две тонны каракичинского угля по 4500 сомов за тонну. По словам горожанина, у него банный бизнес, и он часто покупает твердое топливо. В последние дни цена на уголь стабилизировалась. Я каждую неделю покупаю уголь, у меня баня. Как-то даже брали за 6000 сомов за тонну. Из-за этого даже пришлось повысить цены на услуги. Но в последнюю неделю цена значительно снизилась, и мы очень рады этому, так как высокая цена сильно била по карману. Как показал мониторинг, многие торговцы с пониманием относятся к введенным мерам и придерживаются установленных цен на уголь. Мы продаем уголь по 4500 сомов за тонну. Когда начались проверки, нас предупредили, что цена не должна меняться в течение 90 дней. И мы снизили цены до уровня предлагаемого антимонополией. Плюс ко всему мы привозим уголь сами, непосредственно с угольного месторождения. Не берем у частных поставщиков. Напомним, в октябре Кабмин ввел временное госурегулирование цен на уголь. Решение принято в целях сдерживания цена, также для исключения спекуляций. На сегодняшний день со стороны госантимонополии применяются два метода регулирования цен – соответствующие предписания оба стране нарушений. И в 28 случаях мы применили штрафные механизмы. Вчера принято решение по новому кодексу сейчас увеличено размер штрафов для физических лиц 3000 сомов, для юридических 13000 сомов. В ходе рейда были проведены разъяснительные работы с продавцами угля о реализации твердого топлива по установленным ценам. Кроме этого были выданы предписания и наложены штрафы на реализаторов завышающих цены. Мы продавали уголь по 4600 по 4700 сомов за тонну и за это получили штраф. Впредь мы будем реализовывать уголь по 4500 сомов. Просто мы берем уголь у камазистов, которые везут твердое топливо с места рождения. Это они завышают цены. По итогам мониторинга были выданы 11 предписаний и наложены штрафы за завышение установленных цен и отсутствие измерительных приборов. Отметим, мониторинг цен будет вестись на постоянной основе до конца осенне-зимнего периода. Елена Ткаченко Ирланджин Ушалиев Азамат Джапаков АЛЛАТО 24 И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и до свидания.